23 двора Якутска преобразятся этим летом. В рамках федеральной программы для создания городской комфортной среды выделили 141 миллион рублей. Благоустройство уже началось, но реализации некоторых проектов мешают другие строительные работы. Юлия Великодная продолжит. В это сложно поверить, но уже в день города этот пустырь озера должен превратиться в комфортную среду. По словам проектировщиков, такого двора Якутск еще не видел. Одним из важных условий федерального проекта является соучастие населения, чтобы создать все условия. Для отдыха и комфорта на придомовой территории необходимы дополнительные средства. Помочь обустроить город может спонсорская помощь, либо самих жильцов. Работа по асфальтированию, укладке тротуаров у нас начата уже в пяти дворах города Якутска. Здесь на улице Каландаршили мы присутствуем к работам в начале августа. Также здесь дополнительно есть в каждой управе приоритетные адреса, в которых будут устанавливаться малые архитектурные формы, включая все детские площадки, дорожки, разные архитектурные формы. Мы будем соединять озеро Сайсара, со всех сторон теперь будет соединено тротуарами. Если мы участок благоустраиваем, и будет реконструирован мост, который проходит через городской канал, то здесь возможно появится такое место отдыха для людей по всему периметру озера. Комфортная среда по улице Каландаршили будет доступна сразу для жителей трех многоэтажек. Реализация проектов находится на постоянном контроле администрации города, так как могут возникнуть некоторые трудности, к примеру, предстоящая реконструкция теплотрассы. Здесь мы столкнулись с тем, что есть охранная зона нашего городского канала и квартира жилого дома. Есть место, как говорится, для того, чтобы мы обсудили. И мы сегодня порекомендовали в Якутской ТЭС выйти с проектантом, для того, чтобы изменить и найти золотую середину для решения проблемного вопроса. Работы по асфальтированию и укладке тротуаров начаты уже в пяти дворах. Каждый из проектов уникален по-своему. И если все пойдет по плану, провести время во дворе с комфортом уже в сентябре смогут как дети, так и взрослые. Юлия Великодная, Евгений Рязанский, НВК Саха, Якутск.